Донеска Устроить праздник для Валерии решили сотрудники Главного следственного управления СК России по Московской области. Которые приехали в Пушкино с подарками для именинницы и гуманитарной помощью для остальных вынужденных переселенцев из Донбасса, которых здесь более 180. Не дожидаясь особого повода, праздник для детей решили устроить сотрудники Самарского следственного управления. Как на Новый год юные постояльцы пункта временного размещения в Красноярском районе написали свои желания, которые с удовольствием исполнили офицеры СК. На самом деле подкатывает кому горло, когда вот видишь, что дети искренне ждали и хотели получить там какие-то даже те скромные подарки, которых они сами хотели. Сразу несколько пунктов временного размещения в Саратовской области приняли эвакуированных из Донбасса. В основном это многодетные матери с детьми, бабушки с внуками и внучками или опекуны со своими подопечными. Руководитель регионального следственного управления Анатолий Говорунов вместе с подчиненными посетил вынужденных переселенцев. Передав теплые вещи, канцелярские принадлежности и игрушки для самых маленьких, Анатолий Юрьевич узнал, с какими проблемами сталкиваются беженцы. Наша задача какая? Не просто посетить, посмотреть, как люди обустроились в бытовом плане, а еще записать под карандаш все проблемы, которые у них возникают. Я имею в виду, в том числе с гражданством, с миграционной службой и так далее. Отношения очень хорошие. Деток и игрушки, и сладости. Спасибо большое. Медицинское обслуживание. Медицинское обслуживание. Все на уровне. В регионах, куда прибывают беженцы, сотрудники СКРСИ продолжают оказывать им правовую помощь. Общаясь с людьми в формате приема граждан, офицеры продолжают фиксировать свидетельства преступлений украинских военных. Так, в Брянской области с 2014 года было допрошено более 4400 вынужденных переселенцев. За каждым допросом не бюрократические формулировки, а своя история жизни семей в неспокойное время, своя трагедия. Вынужденная разлука с близкими и неуходящий страх от пережитого ужаса. Каждому, кто был эвакуирован, помимо элементарных вещей первой необходимости, нужна, конечно, и моральная поддержка. В конце февраля Дарья Булкина с шестимесячной дочкой на руках эвакуировалась из ЛНР к родственникам в Кировскую область. На встрече с руководителем регионального следственного управления девушка рассказала об ужасах жизни в условиях постоянных обстрелов. Уехала, потому что на нервы были все. И страшно, когда ты не знаешь, будет ли это рядом с твоим домом или попадет. Потому что раньше, в прошлый раз, попадала в дома. Это было страшно. И прилетала в окна моим знакомым. И как бы не хочется повторения подобной ситуации, потому что у самой маленький ребенок. Сейчас они в безопасности и в спокойной обстановке. Но у каждого наворачиваются слезы на глазах, когда вспоминают об ужасах и страхе, которые им пришлось пережить. Их заветная мечта – мирное небо над их родиной. Чтобы как можно скорее вернуться домой к родным, близким, мужьям, братьям и родителям.